Что делать при наложении границ земельных участков? Как исправить ошибку при пересечении границ земельных участков? Вы собрались продавать свой земельный участок и неожиданно при пересмотре его на кадастровой карте обнаруживаете, что на месте вашего участка находится участок соседа. До устранения и пересечения границ земельного участка невозможно совершить и зарегистрировать сделку с таким объектом недвижимости. С вами, как всегда, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Друзья, а перед тем, как мы начнем, прошу вас поддержать канал лайком. Вам это ничего не стоит, а для продвижения канала это необходимо. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто не подписан, а мы начинаем. Итак, наложение границ земельных участков – это пересечение межевых линий одного или нескольких соседних наделов. В ходе геодезрических работ устанавливается периметр территории в соответствии с земельным планом, самовольное изменение периметра территории участков приводит к наложению смежных участков. При таком совмещении территории владельцы не вправе распоряжаться имуществом – продать, дарить, сдавать в аренду и регистрировать. Как правило, пересечение границ земельных участков – следствие ошибки, допущенной при межевании земельных участков или их государственном кадастровом учете. Также возможны чьи-либо мошеннические действия. Предпосылками к возникновению этой проблемы служит самовольный захват гражданами соседней территории, включая фактический перенос ими ограждений. Ситуация непростая, но решить ее можно. В этом видео я поделюсь тонкостями решения такого сложного вопроса, поэтому обязательно смотрите до конца. Наложение границ земельных участков – это когда формально или фактически границы одного участка пересекают границы другого участка. Если же границы участков совпадают только по документам, попросите Росреестр устранить ошибку. Порядок обращения в госорган зависит от типа ошибки. Ошибки бывают технические и реестровые. Технические ошибки – это отписки, опечатки, грамматические и арифметические ошибки. Например, если ваш участок 6 соток, а по кадастровым документам значится как участок 8 соток. И поэтому его границы накладываются на границы соседнего участка. Если вы обнаружили техническую ошибку, обратитесь в Росреестр с заявлением по форме, установленной приложением 2 к приказу Росреестра. Реестровые ошибки – это ошибки, которые перенесены в ЕГРН из-за неправильно оформленных документов. Например, когда кадастровый инженер неверно провел межевание, Росреестр исправляет такие ошибки только на основании новых документов, либо по решению суда. Чтобы исправить реестровую ошибку, обратитесь к инженеру для проведения кадастровых работ, согласуйте акт о границах с соседями, подайте в Росреестр заявление об устранении реестровой ошибки по форме приложения 3 к приказу Росреестра. Вот эта форма. Если кто-то из соседей отказался подписать акт согласования границ, все равно обращайтесь в Росреестр. Это поможет доказать, что вы соблюли досудебный порядок. Росреестр устранит ошибку, только если требования не ущемляют владельцы соседнего участка в правах, то есть нет спора управия. По инициативе госорганов, местного самоуправления, госвластия, заказчика комплекса кадастровых работ, реестровая ошибка в сведениях ЕГРН о местоположении границ участка и его площади подлежит исправлению на основании заявления заказчика комплексов кадастровых работ и карты плана территории, составленной по итогам проведения кадастровых работ. Органы регистрации прав также вправе самостоятельно исправить реестровую ошибку в сведениях ЕГРН о местоположении и площади земельного участка. Если Росреестр откажет заявление, обращайтесь в суд с иском об исправлении реестровой ошибки. В требовании попросите суд признать местоположение смежной границы земельного участка ответчика ошибкой. Однако, если суд установит, что есть спор о праве, то иск не удовлетворит. В таком случае придется подавать другой иск. Если же на месте границы одного участка частично заходит на границы соседнего участка и есть спор о праве, обращайтесь в суд с иском об установлении границ земельного участка. Подавайте иск по месту нахождения земельного участка. Привлеките к участию в деле Росреестр. Попросите суд обязать Росреестр исключить из ЕГРН недостоверное сведение. В обосновании иска подтвердите свое право собственности на участок и наложения границ. Кроме этого, придется доказать границы наложения земельных участков. Поэтому до обращения в суд привлеките инженера для проведения работ. А за услугами кадастрового инженера вы можете обратиться к нам по контактам, указанным под видео. Идем дальше. Если по каким-то причинам вы не можете подать иск об усыновлении границ участка, подавайте иск о признании права отсутствующим. Такой иск не заменяет собой другие иски. Это значит, суд примет такой иск. Если только с помощью него собственник сможет защитить свои права. Иск о признании права отсутствующим может подать владеющий собственник. Поэтому будьте готовы доказать свои права на спорный участок. Когда из-за наложения границ вы не можете пользоваться участком, подавайте виндикационный иск. Такой иск возможен, если вы полностью утратили владение своим участком. Например, если сосед занял его и пользуется как своим собственным. Основное требование по такому иску – изъять ваш участок из чужого незаконного владения. Докажите свое право собственности на участок и тот факт, что участком владеет другое лицо. Вместе с виндикационным требованием дополнительно заявляйте в суде об изменении границ спорного участка. Чтобы разобраться, какой иск нужно подавать в вашей ситуации, посмотрите короткую таблицу. Спасибо за просмотр видео. Если понравилось, можете отметить лайком и подписаться. В комментариях можете задавать интересующие вопросы, на которые я обязательно отвечу. Напоминаю, что если вам потребуется оформить любую недвижимость в Москве и Подмосковье, я и моя команда всегда можем это обсудить. Для подписчиков действует специальная скидка 5% на услуги. С вами был юрист-эксперт по недвижимости, Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока-пока.